Сталин – это личность. Личность, которая прошла суровые испытания. Сколько раз ссылали Сталина и в Сибирь, и в Вологодскую губернию, сколько раз он убегал, и всегда он находил выход из положения. То есть его революционная жизнь была связана с борьбой. Этот человек, который формировался в условиях борьбы с царизмом. В условиях борьбы с царизмом. Ну, вы знаете, что Сталин большую роль сыграл во время Гражданской войны. Царицинский фронт – там и Сталин. Западный фронт – там и Сталин. Правда, на Западном фронте поражение было. К 1925 году наша страна, а тогда руководил уже партией Сталин, уже приступил к вопросам формирования индустриального государства. Он прекрасно понимал, что без индустриального развития России не выжить. Крестьянская Россия устоять не может против силы Европы и Америки. Но вот его черта, видимо, черта, его характер был такой, что противника он не мог выносить. А у него были противники – это ленинцы. Вы понимаете, что получилось? Он поднимал знамя Ленина. Он защищал ленинизм. Все его произведения были направлены на критику различных течений в нашей партии, в защите ленинизма. И, можно сказать, к концу 30-х годов от Ленинской гвардии, ну, кто вспомнит, кто остался? Ни никого. Троцкий, Мексики, Бухарин и другие расстреляны. Сколько было персональных дел. Поэтому вот период 30-х годов был вообще сложный для нашего развития. Значит, надо было создавать индустрию. Тут Сталин жестоким, крепким кулаком давил на развитие индустрии. А для этого нужны были кадры, рабочая сила. И тут, конечно, он использовал так называемый гулак. И в этот гулак попадали виновные и невиновные. Вот я считаю, что Сталин большую роль сыграл, конечно, в вопросах развития нашей страны. Вот то, что мы сейчас имеем, так. Но то, что он много людей погубил, это на его совести. Тут ничего не скажешь. И это отмечено в решениях нашей партии. Вы это знаете, так? Вы это знаете. Хрущев разоблачил культ Сталина. Так. Хрущев разоблачил культ Сталина. Но во время войны, я скажу, вот я офицер, мы возносили Сталина. Для нас Сталин был великий герой. Великий вождь, который руководил и армией, и страной, и всеми вопросами жизни. Понимаете? Вот в руках Сталина все было. И он умело... Вначале, конечно, у него были ошибки во время войны. Но политбюро, видимо, видело в Сталине такие черты, без которых не обойтись им. Понимаете? Что во главе их должен быть Сталин. И они его сохранили. И он 3 июля выступил перед народом. И с какой речью? 7 ноября 1941 года в Москве прошел парад, на котором он выступил. А кругом немцы. Это мы чувствовали, вот мы, солдаты, офицеры, мы чувствовали силу вождя, нашего вождя. Сталин, конечно, я к Сталину вот так отношусь, так отношусь. С одной стороны он тиран, с другой стороны он великий вождь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...